Эти мужчины и женщины еще недавно были парой. Сегодня чужие люди, а на жертва он преступник. Их семейная жизнь продлилась всего два месяца. Финалом стал судебный процесс о покушении на убийство. Семейный скандал разгорелся в декабре прошлого года вот за этой дверью. История банальная. Сначала пара вместе выпивали, потом девушке кто-то позвонил. На том конце провода сожитель услышал мужской голос. Приревновал, ушел на кухню, там наточил два ножа и набросился с ними на свою подругу. Спасаться от пьяного от Элла пришлось бегством. Раненая женщина постучала в дверь соседей. Те вызвали полицию и скорую. Порезы рук и груди жизни не угрожали. Протрезвевший сожитель вину признал, раскаялся и смог доказать. Убивать не хотел. Статью покушения на убийство изменили на умышленное причинение вреда здоровью. Приговор 260 часов принудительных работ. Подсудимый и адвокат отметили крепким рукопожатием. Вы согласны с приговором? А раскаялись? Потерпевшая выслушала приговор с каменным лицом. И лишь покидая зал, высказала свое отношение. Скажите, пожалуйста, вы согласны с приговором? Да, мне все равно. Судя по фразе, апелляции не будет. Но у женщины есть месяц, чтобы передумать и обжаловать это решение суда. Наталья Лушникова, Рафаэр Ракипов, Новости НТР. Продолжение следует... Продолжение следует...